К сожалению, ситуация для Собянинской Москвы крайне типичная. В интересах крупных строительных компаний, аффилированных бизнесменов, а в данном случае, я думаю, безусловно, есть связь застройщика с чиновниками, есть общая выгода, общий интерес, и мы будем это расследовать подробно, эту ситуацию. Но эта ситуация не уникальна. К сожалению, сплошь и рядом сегодня в Москве происходят именно такие ситуации. Когда ради извлечения прибыли, ради обогащения, на права москвичей просто блюют. И люди просыпаются и узнают, что их, по сути, как крепосты, вместе с домами, все, с землей продали, и они должны убираться со своего насиженного места. Их даже не ставят в курс, а куда их переселяют, как будут улучшать их жилищные условия, что с ними вообще будет. То есть ситуация в обменившем, по уму-то все должно происходить наоборот. Сначала надо советоваться с людьми, объяснять, что это будет за строительство, нужно ли оно вообще людям, проводить публичные слушания, учитывать мнение граждан. Вот так в нормальных цивилизованных городах, странах происходит. Но у нас, к сожалению, в Собянинской Москве все с ног на голову перевернуты. Во главе угла интересы большого бизнеса, интересы денежных мешков. Это факт. Я сталкиваюсь с этим вот здесь, там, и десятки ситуаций одномоментно происходят по Москве. И люди вынуждены не заниматься своей спокойной жизнью, воспитывать детей, работать, там, учиться, отдыхать, в конце концов. А вынуждены тратить время ходить на баррикады, митинговать, рисовать плакаты, там, биться с чиновниками, воевать с полицией. Это ненормально, это уму непостижимо, но это факт. Поэтому, конечно, эта ситуация абсолютно ненормальна. И люди совершенно правильно здесь говорят. Давайте сейчас все заморозим и проведем публичное слушание. Узнаем, что вообще нам предлагается. В каком состоянии застройщик. Есть информация, да, что он может и сегодня, и завтра обанкротиться. И что будет? Это будет очередной, есть долгострой, очередной коллапс, а людей всех взбудоражили. Сейчас еще, не дай бог, действительно начнут переселять. В целом, это все говорит о том, что система, выстроенная в Москве, при Собянине, она не в интересах москвича. Как я уже сказал, в интересах совсем других лиц, в интересах больших денег. А для москвича создается постоянно головная боль, создается проблема, нервный стресс. И они вынуждены убиться, там, выходить на митинги. Это ненормально. Поэтому здесь, в данной конкретной ситуации, я думаю, что люди должны оказывать, и мы будем всячески помогать, давление на префектуру, на мэрию. Надо идти непосредственно к мэрию, апеллировать к Собянину. Это его ответственность, пусть он разбирается. Если он хочет избираться в мэры, опять пусть решает вот эти скандальные истории, разруливает эти конфликты. И, я думаю, надо всячески опереться и поддерживать оппозиционных, муниципальных депутатов, политические партии. На выборах голосовать за них, не поддерживать Собянинскую команду, потому что они опять наговорят сейчас с три короба, а завтра очередные горячие точки появляются. Да, там, 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 по всей Москве. И редко, когда людям удается отбиться, это вот как на улице Кравченко, героические жители удалось отбиться. А чаще всего люди тратят уйму времени, сил, потом все равно их продавливают, ломают через колено. Да, может быть, они частично улучшают свою ситуацию, но очень тяжело. Это ненормально, когда власть заставляет людей жить в состоянии войны, постоянно. Не жить спокойно жизнью. Для чего это все нужно? Какое-то благополучие, какое-то благоустройство города. Это истевательство нас жителей. Поэтому надо работать сейчас комплексно, жителям Тонского проезда помогать. И, я думаю, надо здесь и с другим районом подключаться. Ведь поможем мы дальше, может быть, от объема власти желание вот такими варваровскими методами действиями. И на выборах четко определяться. Если действующая команда Собянина ведет себя по-беспредельному, значит, какая может быть поддержка? Никакая. Голосуйте за любого другого кандидата. Вот мы в команде кандидата Кумина. Нравится вам другой кандидат. Пожалуйста, главное, не поддерживайте эту варварскую политику, когда людей с их домами просто продают, как рабов. И они вынуждены теперь жить в состоянии постоянного стресса и шока просто наоборот. Поэтому давайте все объединяться и сопротивляться этому Собянинскому в беспредел.